как же он все-таки пахнет жасмин едем уже домой на морюшку посмотрим классно море супер осень классно так осень осень лес остыл и и листья сбросил только здесь ничего никто не сбросил как было зеленый так и осталось поехала я домой рыбу жарить вчера я вам показывала как я за почистила бакероносы хамса по моему да я полила лимоном посолила и вот стояла у меня все это мариновалось сейчас я буду я готовить себе буду шайтан машине а мужу обычно обжарю вот у меня есть такая мука она специально для обжаривания насыпаем муки в пакет и туда же рыбу прям вот так нажимаем уже нагревается гриль ешь кредки еще буду делать так и вот так все обваливаем муки шайтан машину маслицем вот так делаем и выкладываем туда нашу рыбку ну уже смотрите какая и все и там наверное не знаю на две минутки положу или сколько чтобы она быстро наша быстро готовится и будет не рыба жареная сверху также масло вот так и все и отправляем шатан машину раз есть рыба отмена на гриль я положила фольгу в этом не гриль специально только для рыбы сыплю крупную соль прям не жалеем и кладу сверху креветки ням-ням какая будет как семечки лам-лам-лам креветки не пересаливаются они берут в себя только то что им надо поэтому соли можно не жалеть сколько тут много сверху тоже можно посыпать солью готовится буквально прям две секунды а это потом мы уже сделаем и все готовится обед ну все креветки главное не передержать потому что они потом будут дубовые и плохо чистится буквально две минуты и все и они готовы какая вкуснота рыбка кстати в шайтал машине тоже готова все это обильно поливаем лимоном и вуаля обед готов всем приятного аппетита в общем чем я тут занимаюсь я готовлю торт слоны слетают вот готовлю торт пломбир если вам нужен рецепт то пишите в комментариях и мы как-нибудь с вами его забацаем но я сейчас хочу по быстренькому потому что крем делаю в этом в роботе а рецепт один тут есть разные в книжках к роботу книжка прилагалась вот такая с рецептами и я в общем то нашла более-менее такой ну похожий не похожий по ну по готовке они готовятся почти одинаково в общем поставила туда его вариться крем он должен остыть а саму самые коржи потом приду когда с прогулки и их сделаю их не печь не надо, ничего а вот там на сковородке делать ну так как крем дольше остывает я думаю сейчас пойду его сварганю вот и когда я пойду гулять он как раз будет остывать вот так вот кстати здесь много разных рецептов смотрите я еще тут с панакотта вот это который мне нравится с творожным ой и тут смотрите охоз до хелатина это как раз что у меня есть желатин не рассыпчатый а в этих листовой молоко сливки легкий рецепт кстати слушайте надо мне его забацать например можно сахар заменить сахарозаменителем сливки можно тоже на что-нибудь заменить и классно тут вот готовится слушайте интересная книжка оказывается я обычно знаете ни инструкции никакие книжки не читала а тут вот смотрите сколько много разных рецептиков которые я покупаю и готовятся они буквально быстро и легко даже ликер есть яичный ликер ликер клубничный с водкой мама миа клубничный да еще и с водкой должно быть очень вкусно ну надо же коктейлер оу орчата шми шми минго оу что это такое текила ну надо же из кефира тут в общем короче о кефир кефир с этими с клубникой обалдеть вот у меня как раз клубники нет но можно заменить на другое короче охи сколько тут всего отложим вот у меня сейчас знаете понесет и буду все-все готовить в общем так крем пускай готовится а я наверное чаю попью муж приветки не доел мне на завтра останется он тоже лимончиком посыпал ммм такие вкусненькие получились сегодня опять доделала свои утром эти оладушки из пшенной каши готовили вы уже или еще нет вот потому что знаете у меня загорится я прям такая хочу кашу пшенную хочу один раз съем все не хочу и вот такой вот выход есть у меня еще есть задумка одна бабушкин рецепт тоже из картошки тоже надо как-то сделать должно быть вкусно у меня как раз там с маслом таким знаете с запахом должно быть вкусно у меня как раз оно есть вот мысли вспоминаю бабушкин рецепт представляете до чего дожили а я то думала что и никогда к этому не приду а сейчас вот в детство наверное хочу вернуться в детстве у нас всегда было оно такое беззаботное ни о чем не думали вообще детство это такой этап жизни где вообще нет никаких проблем никаких как говорится страданий никаких мыслей плохих все за тебя делают только учись и радуйся жизни а мы так хотели быстрее вырасти зачем я хотела чай так что я не знаю Музыка Я хотела там в беседке сесть, посидеть и сделать вам распаковку перед выходом, короче, из дома. Музыка Представляете, заглянула в этот бузон, в ящик почтовый, и там обошла тебе посылку. Помните, я ее ждала? Причем, вы не знаете, утром проверяла, ничего не было. А после обеда глянула, есть, никто не позвонил, ничего в дверь. Просто глянула и посылочка. Сейчас откроем с вами. Там сережки должны быть, поэтому посмотрим. Главное их тут не потерять. О, смотрите, как интересно запакованы. Внутрь вот такого пузырчатого вещества. Прикиньте. Я вообще серебро заказываю часто в Алиэкспресс. Вот это, например, кольцо тоже из серебра. Это уже второе кольцо, я его заказываю. И мне, в принципе, нравится. Вот. Как бы, вот я ношу его, не снимая, и краски, и все. Нормально держится. Как бы, говорю, не потерять. Ух! Карли, ты не испугался? Смотрите. Что-то мне захотелось такого новенького, красивенького. нежненького. Ну. Лепесточек такой, видите? Симпатичный. И вот удобный замок, что он не врезается в уши. В общем, должно быть. Сейчас надену, покажу. Ну, смотрите, вроде бы неплохо, да? Ммм, как вы? Как вам? Мне кажется, нормально. Дома тогда еще повнимательнее рассмотрю. Потому что здесь не видно. Отсвечивает. Но мне кажется, нормально. Прям большие. Я думала, они будут меньше. А они так это, большие. И проба написана на той стороне. В общем, симпатичные. Я думала, будут намного меньше. Ммм, мне нравятся. Чарли там что-то выискивает. Ну все, можно идти домой. Я уже сходила в душ. Сделала коржи. Ну как сделала? Пожарила. Их жарят на сковородке. Теперь пускай остывают. Я что-то это забыла, что они тоже должны остывать. Хотя времени еще достаточно. Поэтому чай навела себе. В общем, уже все. Я управилась. Готова ко сну. Что-то знаете, у меня сегодня состояние какое-то сонное. Странное. Я вообще не любитель поспать. И сто процентов уверена, если я сейчас гляну типа того спать, я ни хрена не усну. Потому что потому что еще рано. Вот. Вот так. А торт я делаю для чего-то, для чего же, для чего же. А для чего я его делаю, это не забывайте смотреть завтра мое видео. И все будет. И все будет. И будете в курсе своих событий. У меня тут в чае просто всего до всего. И стевия, и чай какой-то, и самородина, и... Смотрите, он какой красный. И облепиха, и сейчас еще мед добавлю. И мята. Тамбовский мед. М-м-м, гублин. Раньше не любила мед, а сейчас вкуснятина. А я еще, знаете, когда была в прошлом году, ровно год уже в России, отказывалась от меда, типа, нафиг он мне нужен. Но у меня муж любит мед. И я думаю, ладно, возьму ему. Хм, сама его лопаю в две щеки. Ну, не в две щеки, конечно, ложечку в день. Вот так вот. М-м-м, какой ароматный вкусный чай. Смотрите. Кровь с молоком. В общем, вот такие дела. Какой тортик у меня получится, смотрите завтра. Не переключайтесь. Жду ваших комментариев. И всем пока-пока.